всем снова привет и добро пожаловать на мой канал сегодняшнее видео будет о сборах моей косметички мы едем на отдых к морю и обычно к морю я не беру очень много косметики но вы увидите всю косметику в двух вариантах более более таком лайтом варианте на день и более вечерний потому что я не знаю пойдем ли мы на дискотеку я не знаю если захочу сделать красивые фотографии то есть мне нужны будут разные виды косметики мы уже практически на чемоданах и давайте приступим и я вам покажу что я беру с собой в этот раз в отпуск приятного всем просмотра и так хотя видео называется собираем косметичку к отпуску но как видите я уже все распределила по своим трем косметичкам это обычные косметички я купила в китайском магазине они шли в наборе все три одна прозрачная она естественно не очень такого хорошего качества то есть две поездки можно будет выкидывать а вот этим я думаю мне прослужит довольно таки долго одна золотая и 2 красная давайте начнем с самой большой косметички эти я пока отложу итак открываем сразу хочу оговориться что во все три косметички я положила минимум продуктов и те что есть они большинстве своем бюджетные в легкой упаковке для меня это очень важно какие-то очень дорогие хорошие большие палетки я оставлю дома я не хочу их в дороге повредить разбить потерять поэтому смотрим итак я выложу те палетки которые есть и наверное начну с масок решила взять с собой немного корейской косметики то маска для лица зеленым чаем и молоком это маска sweet bar с арбузиком это две пары гелевых патчей под глаза всего такие три маски я не часто пользуюсь маской поэтому так здесь у нас попадается sephora strobing это палетка с хайлайтерами это не шиммерные не крупные такие хайлайтеры с деликатным свечением все как я люблю разные оттенки похолоднее потеплее и вот такой розоватый очень красивый далее и меня скорее всего захочется делать себе иногда в отпуске в эти две недели также какие-то более артистичные то чтобы артистичные но яркие макияжи яркие броски поэтому я беру такую палетку make up revolution там x здесь у нас вот такие вот цвета то есть фиолетовые зеленые красные розовые какие-то макияжи зеленые так я уже назвала можно делать тут еще и черный очень пигментированный под разные наряды на вечер на дискотеку для красивых фотографий на море буду этой палеткой думаю пользоваться вторая палетка для более таких спокойных макияжей это откуда beauty desert dusk палет здесь уже более такие спокойные цвета даже повседневные макияжи нюдовые я могу с этой палеткой делать также и вечерние здесь такие красивые украшал очки есть для глаз люблю эту палетку в принципе мне она нравится кое-какие тени более твердые кое-какие более мягкие пигментированные вот получается мне всего две палетки мне и двух палеток хватит чтобы переделать кучу макияжа но я все но в отпуске не часто крашусь для контурирования лица я беру вот такую палетку от make up revolution свою анастасию беверли хиллс и оставляю дома не хочу ее как сказал уже повредить эту палетку я буду уже заканчивать для себя это такая походная палетка я ее могу бросить куда-то в рюкзак и доеду с моделью в поля на подправлять ей макияж это предка может попасть под дождь упадал в принципе но сам продукт вода конечно же не попала то есть такая палетка на все времена у меня и она мне уже поднадоела конечно пенско макияже я ее использовать не буду но для себя буду как видите эти цвета мне очень нравится они не пятнят они прохладные холодные оттенки более тем теплые все есть буду эту палетку для себя заканчивать но в принципе тоже такая достаточно легкая не тяжелая далее перейдем к средней косметички здесь у нас что мы видим в первую очередь это тональный крем высокого покрытия камуфляж hd liquid coverage foundation от catrice в цвете 040 warm beige я сейчас загорела поэтому мне он подходит это наверное самая тяжелая банка вообще самый тяжелый продукт который есть моей я походной так скажем косметички я естественно захочу сделать вечерний макияж и яркий как я уже сказала мне нужен тональный крем высокого покрытия я ему доверяю мне он нравится принципе все продукты много раз мы уже проверены да в основном они бюджетные как я уже сказала но я их очень-очень люблю для более дневных легких макияжей я беру вот такую миниатюрку от giorgio armani face fabric second skin nude makeup тоже для такой принципе достаточно загорелой кожи очень легкие не требует припудривания сам схватывается на лице напоминает легкий мусс но на коже его и действительно не видно очень вкусно пахнет и я его использую ну и летом в основном он очень подходит для жирной кожи а для сухой я бы вам его не рекомендовала мне кажется что он будет подчеркивать сухость кожи потому что он все-таки немного такой мусс очень легкий и у него пудровый финиш далее мне здесь попадается парфюм от Lerborario Fior di Salina тоже такой морской аккорд с бергамотом ирисом и еще парочкой неизвестных мне компонентов которые нужно просто переводить здесь всего 15 миллилитров поэтому парфюм отлично подходит в дорогу и кстати он очень стойкий для своей цены я уже рассказывала в одном из своих видео о фаворитах Fior di Onda другой у меня был парфюм этот более такой наверное цветочный но тоже морской более яркий чуть тяжелее чем Fior di Onda вот Fior di Salina купила недавно с собой в отпуск возьму это вообще единственный парфюм который беру с собой в отпуск так далее тушь неизменно Vivienne Sabo Cabaret здесь у нас карандаши а здесь у нас также консилер от Catrice также очень известный вместе их используют вот эти плотные текстуры но в принципе Giorgio Romani он тоже идет если тоненько нанести стойкий мне очень нравится даже как база подтянет уже идет нормально waterproof 15 тонн Honey ну так под загорелую кожу подходит далее это карандаш для бровей помадку оставляю дома лишнюю кисть не везти лишнюю баночку не везти повезу вот такой тоненький легкий карандашик который ничего не весит очень хорошего качества кто не пробовал всем рекомендую также от Catrice Slimmatic Ultra Precise brown pencil с одной стороны здесь конечно же кисточка с другой стороны выкручивается опять же не нужно ничего подтачивать очень тоненький очень мягкий карандаш очень точно он все прорисовывает здесь у меня до холодный коричневый далее это подводка вот такая подводка лайнер черная от L'Oreal Super Liner Superstar карандаш Intense Color Long Lasting от Kiko вот такой яркий для каких-то ярких акцентов на летнем макияже для летнего макияжа ну такой цвет морской волны более такой синий да очень красивый для расставления акцентов также для высветления слизистой вот такой карандашик от Coast первый тон Burro по-моему называется да Burro масло сливочного масла цвет вот такой и карандаш от Wicon стойкий вы знаете что я фанат стойких помад и стойких карандашей для глаз и губ от Wicon лучше их я вообще не встречала Waterproof 109 тон rose wine ну вот такая вот такой розовый розово пыльный карандаш действительно очень стойкий можно использовать его вместо помады запросто и у нас остается третья косметичка здесь уже более мелкие продукты в первую очередь мы открываем нам попадается однушка кремовые тени от Wicon в номере 15 это Soft Mousse Air Shadow то есть такие тени украшалочки для того чтобы расставлять блестящие акценты они не шиммерные они вот просто такие хайлайтовые кстати как жидкий хайлайт тоже можно его использовать но для меня это слишком ярко как тени очень хорошо для украшения вечерних макияжей также однушка для яркого макияжа однушка от NYX в номере 14 VENIM кто так называется VENIM VENIM яркие зеленые тени как я называю их крыло кузнечика для украшения макияжа но я их еще использую с базой под блестки и пигменты тогда этот цвет начинает гореть невероятно красиво так тут у меня румяшки от NYX первый тон MOKA обычно такая пыльная роза очень пигментированные стойкие в принципе хорошие румяна база про которую я вам говорила с помощью этой базы я зажигаю разные пигменты очень высоко пигментированные какие-то тени но не матовые естественно сатиновые шиммерные для глиттера эта база на самом деле но глиттеров у меня нет и я разные сатиновые металлики тени на него наношу на эту базу то есть и мне очень нравится эффект вот если не хватает пигментации вдруг или какая-то кисть неподходящая то эта база вас спасет далее это подводка это черная кремовая подводка в основном для слизистой ее использую никуда со слизистой не девается но также отлично рисуют стрелки так это просто подводка также от лайком гелий лайнер гелевая черная подводка очень хорошая база под тени пока неизменно пока не закончилась mac prep and prime ну точилка ничего необычного какой фирмы я уже не помню здесь гель для бровей фиксирующий от дуглас по моему ой да дуглас обычный прозрачный гель для бровей мне остается здесь две помады я беру с собой лишь только две помады не знаю как то так вот я решила но у меня еще карандаш который в принципе можно использовать помните как такая стойкая помада розоватая я беру нюдовую помаду от вайкон это не стойкая помада мне они в принципе сухие стойкие жидкие уже поднадоели вот такой вот чистый красивый нюд очень мне нравится очень комфортно на губах мне также нравится упаковка в основном да если я делаю акцент на глаза губы я люблю делать нюдовые да даже без акцента на глаза нюдовые губы последнее время это просто моя любовь и яркую помаду для того чтобы иногда менять я ее в принципе могу использовать как тинт это помада от ивсен лоран да она не стойкая но и можно не нанести на губы стереть салфеткой от периферии к центру минут через пять-десять и у вас останется яркий розовый тинт на губах губы можно покрыть гигиенической помадой все это вот такая яркая фуксия розовый очень красивый оттенок для нарядных красивых макияжей так здесь у нас 208 почему-то не фиксирует камера у меня почти сегодня 208 оттенок ну вот и все за одну секунду при вас собрала такую простую косметичку состоящую из трех самое необходимое самое простое нужное в отпуске в летнем отпуске именно надеюсь что это видео вам понравилось так мы с вами увидимся уже наверное в отпуске спасибо вам за внимание за то что просмотрели это видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока